На протяжении нашего с вами курса практикума мы должны будем обращать внимание на такие вещи, которые не всегда можно сразу заметить. Я имею в виду какую-то психологическую подоплеку всех подобных расстройств, тех же панических атак, других расстройств, тех же расстройств, которые традиционно называются психосоматозами, о которых мы вначале немножко сказали. Какая-то психологическая подоплека, которая, как в примере с данным пареньком, заключается может в следующем. По крайней мере отчасти, как один из моментов. Что, на мой взгляд, колоссально важно. Это коммуникативная функция симптомов. То есть, функция симптома в коммуникации, в частности, в семейной коммуникации. Вот это, наверное, главная мысль, к которой мы на протяжении нашего практика будем постоянно возвращаться. Дело не только в том, что значит твоя симптоматика для тебя, и какие вторичные выгоды, допустим, от своей симптоматики ты можешь получать. Что вы, конечно, знаете, что вы представляете. Действительно, психосоматика, помимо прочего, где-то соприкасается с какой-то вторичной выгодой. Иногда это можно четко увидеть, иногда нечетко, иногда более сложные какие-то механизмы нужно вскрывать. Но, в любом случае, я повторю, помимо того, что значит болезнь для самого человека, она что-то значит и для других, для тех, кто его окружает. Вот в частности, ты оказался в роли больного, ты стал играть эту роль, а семья вокруг тебя закрутилась, и в тебя, как в черную дуру, вкладывают ресурсы какие-то, психологические ресурсы, не только финансовые и прочее. Итак, вот это принципиально важный момент, коммуникативная функция симптомов. Что ты этим говоришь, и кому ты это говоришь? Я сейчас буду приводить еще какие-то примеры, прежде чем мы перейдем к уже какому-то более структурированному обсуждению материала сегодняшнего дня. Мы, ну, опять-таки, представим себе молодую женщину лет примерно 30, у которой очень болезненный ребенок лет примерно 4, которая очень тревожна, которая постоянно беспокоится о здоровье своего ребенка. Беспокоится настолько, что вся ее жизнь подчинена заботе о здоровье ребенка. Ребенок, конечно, болезненный, конечно, ему требуется забота, помощь, о лечении какое-то, да? Хотя ничего существенно серьезного там нет. С ним постоянно что-то происходит почему-то. То он упал, ушибся, то он что-то сломал, например, палец сломал, да? То ли что-то еще с ним происходит, то ли он почему-то простудился, когда никто не должен был простудиться, а он именно простудился, и так далее. С ним еще, кроме всего прочего, повторяю, почему-то всегда что-то происходит. На пустом, как бы на ровном месте происходит, да? Вот. Так что, когда это все начинаешь видеть, задаешь себе невольно вопрос, а что же такое? То ли она сама хочет, чтобы он болел, то ли он хочет в ее присутствии болеть, да? И в этом тоже может быть какой-то смысл. Вот. Но это пока такой поверхностный вопрос. И пойдем дальше. И сама мама такая тревожная, тревожная, тревожная. И сама обращается с проблемой панических состояний. И сама создает панику практически по поводу и без повода. А в доме, в семье устроено все так, что от состояния ребенка зависит буквально все. и все, она не может выйти из дома, не спросив буквально его разрешения. А если он, четырехлетний ребенок, если он не разрешает, если он начинает истерику, а он иногда начинает такие истерики, да? То, конечно, она никуда не пойдет. Я спрашиваю, кто глава семьи? Там есть еще и муж. Вот. Муж немножко в стороне старается держаться от этих дел. Но он тоже вовлечен. Он тоже не может делать то, что нужно и тогда, когда нужно. Глава семьи – это маленький ребенок. Вы не можете выйти из дома. Вы не можете делать какие-то свои дела тогда, когда вам это нужно. Вы подчиняете свою жизнь истерикам ребенка. Так вот, так вот. Эта женщина начинает действительно очень часто, по разным поводам, буквально паниковать. Паниковать, нервничать, суетиться. Суетиться именно, да. И возникает вопрос. А зачем ты это делаешь? Ну, и в работе с ней, в работе с ней, на каких-то этапах, вскрывается опять-таки то, я уже не скажу точно, как это происходит, какие конкретно там вещи, но вскрывается именно то, что посредством своих паник она пытается докричаться до других людей. Ну, в данном случае, это муж. А это может быть и не муж, может быть, это состояние, которое связано и с какими-то ранними, а, конечно, и детскими делами, да. Конечно, многие растут еще. У каждого из нас они понятно, откуда растут. А из детства они у нас растут. Вот, так что, вот, докричаться. Нужно докричаться. Тогда уже появляется такая хитрость. Люди для такой пациентки, как бы каменные, ну, если с ними невозможно просто коммуницировать, значит, они из камня. Раз до них нужно докрикиваться, стучать, бить во все колокола, значит, они для нее каменные. А за этим-то что стоит? Почему она должна бить тревогу постоянно? Дальше возникает, я сейчас уже касаюсь каких-то деталей процесса психотерапии, дальше возникает закономерный вопрос. А как ты сама способна чувствовать других людей? А чувствуешь ли ты сама других людей? Если бы ты чувствовала, что они такие же, как ты, они бы не были каменными. А дальше возникает вопрос о том, что действительно есть запрет на выражение чувств, есть какие-то компоненты того, что называется алекситимий, а помните, что это такое, да? Алекситимий, невозможно сербализовать эмоции, да? И все остальное, вот, все остальное крутится, как такой сложный, но очень отлаженный механизм, на самом деле. И вот она, коммуникативная функция симптома. То есть, я это говорю еще раз к чему? К тому, чтобы мы с вами поняли эту вещь. Сейчас, по крайней мере, это пусть просто пока звучит. Мы в дальнейшем будем более четко в этом разбираться и понимать это более четко. Симптоматика может иметь, помимо всего прочего, еще и коммуникативную функцию, да? А кто коммуницирует посредством симптомов? Тот, кому не хватает для коммуникации других средств. Тот, кому для коммуникации не хватает других средств. Каких средств? В речи, естественно. Тот, кто не может выразить себя в речи, выразить свое состояние в речи, свои эмоции в речи. Вот, коммуникативная функция симптома совпадает с феноменом алекситимии. Я не могу говорить о своих состояниях. Дальше. Дальше. А что произойдет с ребенком, которого воспитывает тревожная мама, и способом коммуникации которого с мамой является болезнью? С ним-то что произойдет? Если, повторю, способом коммуникации ребенка с мамой является болезненный симптом, больно или что-то другое, да, как и боли, там, я не знаю, ушибы, плач, истерики и все остальное. Это означает, во-первых, симбиотические отношения матери и ребенка. Она не позволяет ему от нее сепарироваться, да? И она в нем внедряет ту же самую психосоматику. Поскольку ребенок не сможет вылезти из симбиоза и коммуницировать при помощи других средств. С мамой, не только с мамой, и с самим собой, в конце концов. Когда мы имеем в виду алекситимию, когда мы говорим о нехватке речевых средств для коммуникации, то за этим ведь стоит еще что-то, да? Что за этим стоит? За этим стоит невозможность контроля еще и собственных состояний. Речь. Речь выполняет не только коммуникативную функцию, речь выполняет еще и функцию контроля над самим собой. Все высшие психические функции опосредованы речью. Речь используется как инструмент для овладения собственным поведением. Речь используется нами всегда для того, чтобы обладевать своим собственным поведением. речь, повторю, нужна не только для общин и для контроля. С разной функцией речи для контроля самого себя. В частности, я приведу... Сейчас мы немножко касаемся общей психологии или психологии развития, но я приведу какие-то примеры наблюдения, еще принадлежащие Выгодскому, когда ребенок, играя, сам себе отдает команды. Вот она, эгоцентрическая речь такая, помните? Когда ребенок говорит, он не для того, чтобы с кем-то говорить, а он просто сопровождает речью, явной речью, то есть речью, которая слышна, он сопровождает какую-то свою деятельность, какую-то свою игру. А затем, вот где-то по мере взросления ребенка, к началу школьного возраста, эгоцентрическая речь как бы свертывается, уходит куда-то вовнутрь. Пиаже думал, что она пропадает. Помните спор между Выгодскими и Пиаже? Должны помнить. Спор между Выгодскими и Пиаже заключался, по поводу эгоцентрической речи, как раз заключался в следующем. Что с ней происходит за пречью? Пиаже говорит, она отмирает к 7-летнему примерно возрасту, эгоцентрическая речь, то есть вот такое речевое сопровождение своих каких-то действий. Это просто отмирает, уходит, ребенок перестает. Мы взрослые, когда, да? Мы обычно вслух сами с собой не разговариваем. Обычно. Обычно. Вот. Вот так вот. Выгодский говорит, нет. Она не отмирает. Она интериоризируется. Эти средства контроля, которые сначала вовне, потом оказываются внутри. Она дает начало внутренней речи, мышлению, да? Уже речевому мышлению. Эгоцентрическая речь уходит вовнутрь. Но она может возвращаться обратно, вовне, как бы заново объективироваться, тогда, когда взрослый сталкивается с какой-то более сложной, чем обычно, задачей. Например, если мы школьнику даем решать легкую задачу, он, наверное, решает ничего не говоря, но если задача более сложная, он начинает проговаривать, мы слышим, да? Вот. Взрослые люди, тоже столкнувшись с какой-то очень сложной задачей, могут начинать вслух говорить. Значит, это говорит нам о том, что речь, помимо всего прочего, или шире механизма знакового обосредования, да, выполняют функцию контроля над собственным поведением и над собственным состоянием. Контроля над собственными разными состояниями, в том числе и над своими эмоциями и даже над своими телесными ощущениями. От того, как ты способен назвать то, что ты испытываешь в теле, зависит то, что ты будешь испытывать. Это, на самом деле, очень тоже интересный момент, и мы впоследствии к нему будем вращаться. Это может быть существенно позже. Но я повторю, в чем заключается здесь каверза, которого часто можно упустить. Обычно мы думаем, что наши телесные ощущения, вот они просто такие, потому что такова наша физиология. И что независимо от того, умеем ли мы говорить, на каком языке мы говорим и так далее, независимо от того, в какой культуре мы воспитывались, мы вроде как будем испытывать одно и то же ощущение, если одно и то же воздействие будет приложено. А ничего подобного ощущения у представителей разных культур. Так вот, у представителей различных культур, у людей, которые говорят на разных языках, и ощущения, например, когда человек болеет, какой-то болезнь соматической, но ощущения могут быть разными, и жалобы могут формулироваться по-разному, по-разному вербализуются. И по-разному люди испытывают боль даже, вот даже как бы самое простое, боль. А испытывают ее по-разному. Вот, ну, к этому мы вернемся позже. Я хочу, чтобы пока что, пока что, это прозвучало как некая для нас загадка, поскольку нам достаточно сложно в это поверить сразу, вот, ну, ничего. Ну, если мы психологи, может быть легче, чем если бы мы психологами не были. Вот. Вот таким вот образом. Значит, я все это говорю, еще раз повторю, для того, чтобы мы осознавали, что когда речь идет о психосоматике, психосоматике, когда речь идет о восприятии человеком собственного тела, о каких-то телесных переживаниях, телесных ощущениях, да, то они как раз, во-первых, с одной стороны, они должны в норме контролироваться, помимо всего прочего, еще и речью, или там должен быть задействован механизм знакового опроследования, да, а в случае больных, в случае людей, которые страдают психосоматикой, вот эта речевая функция контроля, она недостаточна. Отсюда и алекситимия, как невозможность формулировать свои состояния, невозможность их описывать, да, и именно потому, что имеется такая нехватка контроля, нехватка произвольностей, психосоматические различные болезни, различные состояния сопровождаются тревожностью. Необходимо возникает тревожность там, где у нас не хватает контроля. Тревожность возникает там, где нет контроля. Это достаточно просто. Помните, мы вначале говорили, паническая атака возникает там, где невозможно что-то самому проконтролировать, или не хватает средств собственного контроля. Вот, здесь мы сейчас чуть-чуть расширили это представление, да, вообще не хватает контроля над самим собой. А какой главный страх, возвращаясь к панической атаке? Страх потери контроля. Страх, что со мной что-то случится, что у меня остановится в сердце, что я задохнусь, что я упаду в обморок, или что мне придется пробираться из центра зала, куда-то наступая на ноги, и все остальное. Вот, страх потери контроля. Значит, я подчеркиваю, здесь мы так или иначе вращаемся вокруг коммуникативной функции симптома, вокруг контроля, вокруг речевого опосредования. Вот эти вещи у нас будут звучать на протяжении нашего практикума достаточно часто.